Аудиосериал выпускается при поддержке ProBlockChain Media и Академии Bitbrain. Олег Барт. Манга. Точка биферикации реальности осень 2008-го. Финансовый кризис. Доверия банкам больше нет. Но самые могущественные, одаренные и прогрессивные поняли это раньше. По инициативе Сергея Брина произошло слияние крупнейших корпораций. Мета, Амазон, Нетфликс, Гугл, Эппл. Так родилась метакорпорация Манга. Изначальная цель – создание цифровой финансовой системы, способной противостоять нестабильно доминирующей. Результат – наращивание влияния, проникновение во все сферы управления государствами цивилизованного мира. Попытка контролировать рынок, криттовалют. Прогресс в сфере IT-технологий. Мир стоит на пороге диктатуры нового формата, где каждый вдох – под контролем. Но любое действие рождает противодействие. Не весь мир готов войти в цифровой рай, усмотрев в нем признаки антиутопии. Однако тот, у кого в руках власть, всегда сильнее. Все меньше желающих рисковать ради призрачной свободы. И однажды семена проклюнутся. Падет завеса иллюзий, и мир содрогнется. Аудиосериал выпускается при поддержке ProBlockchain Media и Академии Bitbrain. 14 апреля 2009 года. Манила. Доктор Мим до последнего осторожничал и отказывался встречаться с Йотой в реале. Хотел просто созвониться, используя зашифрованный канал. Но, видимо, ситуация у него была безвыходной. Спустя месяц переговоров он все-таки согласился. А может, просто к тому моменту максимально обезопасил себя и перестал нервничать. Преимущество доктора заключалось в том, что Йота понятия не имел, кто это и кого представляет, в то время как Мим знал о собеседнике чуть более чем все. И в переписке намекнул, что ему известно и о его махинациях, и о его сексуальных предпочтениях. Козырь Йоты – альянс, сила сотен китайских кланов и диаспор, интересы которых он представлял, могуществом это объединение не уступало государственному аппарату Китая, а в некоторых сферах и превосходило его. Потому что, в отличие от государства, альянс плевал на правила и законы. У него был свой кодекс чести. И гарант в лице посредника, то есть Йоты, который следил, чтобы кланы не нарушали интересы друг друга и заботились о процветании альянса. И если доктор Мим вздумает кинуть альянс, его из-под земли достанут. Сделают трепанацию и накормят собственным мозгом. Йоты уселся в кресле напротив выхода, посмотрел на часы, было без пяти одиннадцать. Вот-вот в переговорную должен войти доктор Мим. Пусть в радиусе полукилометра и не было ни единого случайного человека, и сотни снайперов заняли позиции, на душе было неспокойно. А вдруг подстава? Вдруг Камикадзе наведет на убежище заказчиков? Ту же манга! А тем не составит труда шарахнуть ракетой. Но предложения доктора были слишком заманчивыми, заинтересованной, слишком очевидной, чтобы Йоте отказываться от встречи. Как ни пытался Йота действовать через своих людей и выяснить хоть что-то о разработках на объекте номер 326, служба безопасности метакорпорации работала слишком хорошо. Внедрить агентов не удавалось. Потому он лишь примерно знал, что там происходит. Отчаявшись, он уж думал оставить эту идею, но вдруг ему написал доктор, предложив, «Если он не блефует, эта информация стоит миллиарды!» Услышав шаги за дверью, Йота напрягся, аж сердце зачистило. Так он не волновался, даже когда его выбирали посредником. Из-за того, что его мать Японка, были все шансы пролететь. Однако главы Альянса посчитали, что это, напротив, поможет ему оставаться беспристрастным. Скрипнули петли, и в помещение вошел клоун. В оранжевых шароварах и длиноносых туфлях. В белой рубашке с жабо, оранжевом же колпаке. Оранжевая улыбка казалась неестественной, устрашающей. А еще у доктора были линзы, делающие глаза сиреневыми и меняющие рисунок радужки. Плечом он прижимал к боку маленький белый ноутбук. Йота вскочил, подался навстречу, протягивая руку. Доктор Мим пожал ее, на нем были белые медицинские перчатки, в цвет многим слоям белоснежной пудры. И, конечно же, толстый слой грима. Невозможно было определить ни возраст, ни расу гостя. «Добрый день», — сказал Йота, и доктор молча уселся напротив. Этикет требовал поговорить на абстрактные темы, прежде чем приступить к делу, и он продолжил. «Представляете, у некоторых сейчас еще утро. Как мне к вам обращаться?» Говорить гость не стал. Открыл ноутбук и набрал текст, который воспроизвел механический голос программы. «Доктор Мим, это наиболее точно передает суть того, кем я являюсь. Здесь точно безопасно?» Йота раскрыл и сразу захлопнул рот, кивнул. «В этой комнате мы не раз решали не менее щекотливые вопросы. Почему вы выбрали такой способ общения, когда есть сотни программ, меняющих голос?» Клоун защелкал кнопками, и программа воспроизвела. «Это обманка для неграмотных. Измененный голос очистить элементарно. И если вы ведете запись, а я уверен, что она ведется, то когда захотите меня найти, ваши специалисты поработают с ней, и вы меня обнаружите, стоит мне произнести хоть слово по телефону. Именно так ловили телефонных террористов. Я очень надеюсь, что у вас хватило ума не вести трансляцию нашего разговора заинтересованным лицам». «Или сам такой мозговитый, или у него грамотная команда». С уважением подумал Йота и не стал отрицать, что разговор записывается. «Признаться, я не так грамотен в сфере безопасности, но не безумен. Конечно, трансляции нет». «Спасибо, что не пытаетесь строить из себя идиоты или казаться лучше, чем вы есть. Это располагает откровенности». «Раз уж мы заговорили об откровенности, объясните, почему именно клоун?» «Доктор Мин». «Поправил гость». «Подобная практика используется в больницах, где лежат тяжелобольные дети, чтобы вселять в них жажду жизни. Мы выполняем ту же самую функцию, но для больного общества». «Хм, весьма символично. Так почему вы решили прибегнуть к помощи моей организации?» Наконец перешел к главному Йота. «Потому что у нас недостаточно ресурса для проведения подобной операции. Зато мы можем узнать что угодно про кого угодно. У вас есть то, что нужно нам. У нас нужное вам. Обмен не просто равноценный. Вы останетесь в плюсе». «Чего вы хотите?» Поинтересовался Йота. Доктор поднял ноутбук на одной руке, протягивая его Йоте. А второй быстро набрал текст, тотчас озвученный. «Сперва ознакомьтесь с нашим предложением. Потом откройте папку с номером 2. Думаю, торговаться вы не будете. Вопросов задавать тоже, потому что в ближайшем будущем нужное нам не будет представлять никакой ценности. Впрочем, вы сами убедитесь, если захотите». «Хитрец», — оценил Йота, принимая ноутбук. Открыл первую папку и аж задышал неровно. Там были фрагменты разработок не только линз дополненной реальности, но и метавселенной. У всего этого уже было название — «Вселенная Дрим». А также разработки военных симуляторов, позволяющие управлять механизмами дистанционно, и квантовых компьютеров. Похоже, манго гостю поперек горла, и он готов практически задаром слить бесценную информацию. Захотелось окружить доктора охраной, пылинки с него сдувать. А то вдруг вздумает помереть, не донесет бесценные сведения. Заранее соглашаясь на все условия, Йота открыл вторую папку и не сдержал улыбки. Доктор Мим просто-напросто хотел вытащить с объекта своих людей миллион долларов наличными и устроить какой-то майнинг, а потом перевести какие-то биткоины в его кошелек. Пусть айтишники разбираются, в описании все вроде просто. Но для приличия Йота все-таки сказал. «Но вы же понимаете, что если выяснится, кто стоит за налетом на объект, манго объявит нам войну». Доктор Мим протянул руку, забрал ноутбук, чтобы ответить. «Значит, сделайте так, чтобы не засветиться, переведите на кого-нибудь стрелки. У вас это отлично получается. Что касается войны с манго, она неизбежна, вы и сами это знаете. Но с моей помощью вы сможете хоть что-то им противопоставить. На этом наш разговор можно считать завершенным. Недели вам хватит, чтобы обсудить детали с заинтересованными лицами?» «Мы не сможем так быстро». «Напоминаю, обсудить детали и все подготовить. Крайний срок операции – начало августа. Раньше июля не стоит ничего делать, сейчас апрель. По-моему, времени достаточно. Через неделю я вам напишу. И пожалуйста, избавьте меня от слежки. У вас все равно ничего не получится. А доставленные вами неудобства меня вряд ли обрадуют». Предварительный договор скрепили рукопожатием. Доктор отдал компьютер Йота, позвал доверенного, и он повел гостя прочь. Провожая его взглядом, посредник думал, что и правда не стоит злить мимо слежкой. Вдруг передумает и предложит жирный кусок кому-нибудь еще. Но больше его интересовало другое. Неужели люди и дети ценнее разработок? Что в них такого особенного? Или не стоит лезть куда не следует? Вдруг у мимо там в заложниках родственники? Нужно будет понаблюдать за освобожденными. Йота удовлетворил свое любопытство и следил за беглецами из объекта 12 лет. Но они и правда не представляли ценности.